Сейчас мы отправим в посылку маску. Но сейчас в Китае маски мало. Два пакета набиты медицинскими масками. В Китае из-за резкого скачка заболевших коронавирусом возник острый дефицит защитных средств. Причем не только масок, нет халатов и дезинфицирующих салфеток. Китайские студенты, которые учатся в нашем городе, пытаются защитить своих родственников. Вот это у вас одна посылка, да? А вот это вторая посылка, да? Правильно? Да. Мы переживаем. Но я думаю, что все будет хорошо, потому что Китай всегда сильный. На сегодняшний момент число инфицированных коронавирусом приближается к 4,5 тысячам человек, погибших свыше 100. Причем менее чем за сутки умерло 20 человек. Эти цифры есть на карте в интернете, где в режиме реального времени можно отслеживать рост заболевших. Здесь же видно, что вирус вышел далеко за пределы китайской границы. Заболевшие есть во Франции, Японии, США, Таиланде и других странах. До России коронавирус пока не добрался. Но в интернете поговаривают, что он придет к нам через посылки Алиэкспресс. Заразиться действительно через предметы можно, если на них покашлял зараженный человек. Но, как правило, вирус живет всего двое суток, а посылки с Али идут около месяца. Вот на днях мне тоже пришла посылка. Вскрывать ее совершенно не страшно. Вот, смотрите. Не страшно и другим. А как вы думаете, реально посылки заражены коронавирусом или это миф? Нет. Нет, нет. Получали же конверты с белым порошком. Ну, хорошо. На почте отмечают, что посылок из Китая из-за коронавируса не стало меньше. Конверты из-за рубежа приходят в обычном режиме. Работа почты не изменилась. А вот в работу туроператоров коронавирус внес изменения. Некоторые из-за инфекции закрыли направление в Китае, в частности, на остров Хайнань. Туроператор Рустур сейчас не выполняет рейсы на Хайнань. Он только вывозит оттуда туристов. Сейчас ни у кого из турфирм в Китае туристов нет. Туристы отказываются от визита на Хайнань сами. В ассоциации туризма пояснили, что никакой ущерб туроператоры не несут. Туристов перенаправляют на другие популярные направления, тот же в Вьетнам, Таиланд. Видите, температура показала. Вот у него температура 36,5. Это кадры из Барнаульского аэропорта. Здесь специалисты Роспотребнадзора с помощью тепловизора измеряют температуру тела пассажиров, которые прилетели за границей. Если она повышена, людей доставляют в больницу и проверяют на коронавирус. С начала января осмотрено больше 4 тысяч человек. Подцепивших страшную инфекцию нет. Несмотря на то, что граница в Китае не закрыта, специалисты Роспотребнадзора советуют отказаться от поездок. Если отложить нельзя, то следует соблюдать меры безопасности. Не посещать именно массовое скопление людей, где людей много. Это рынки, в первую очередь. Рынки, торгующие свежим мясом, рыбой. Мясо чем опасно? Ну, первоисточником все равно считается, что это какое-то животное, которое вызвало заболевание у людей. А потом сейчас уже и чем опасно, что выявили, что оно передается все-таки от человека к человеку. Воздушно-капельный путем. А еще обязательно носить маску, но их, как мы помним, там почти не осталось. Сейчас китайцы, которые проживают у нас, очень беспокоятся за своих родственников и постоянно с ними на связи. Люй звонил своей тете узнать ее здоровье. Она живет в Харбине, там уже бушует коронавирус, но люди не паникуют. Она сказала, что все нормально. Ну, как всегда живут, просто меньше выходить. Люи и его родные уверены, что эпидемия скоро пройдет. Кстати, помимо смертельных случаев, есть и те, кто смог справиться с болезнью. Так накануне в Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусной пневмонией. Валентина Аскерова, Николай Шелко, День с толком. Только два получается. Да.